Сегодня мы будем обсуждать текст статьи наших коллег Татьяны Власовой и Ивановой Данилы. Может быть, я добавлю тоже пару слов. Я думаю, что, в принципе, все, кто присутствует, тем более вот Данила как раз подключается, я думаю, что все, кто присутствует, не будут удивлены тем, что статья коллег подготовлена в рамках нашего проекта по изучению музеев, который проводится на грант Российского научного фонда «Культурное гражданство и локальная солидарность. Опыт социальной инклюзии аудитории музеев России». Собственно, мы сейчас непосредственно работаем над сбором эмпирических данных, но параллельно заканчиваем, ну или в какой-то момент, в какой степени продолжаем и работу над концептуальным определением ключевых понятий, которые мы используем в своей работе. И данная статья, да, тот материал, который мы сегодня с вами будем обсуждать, он как раз основан на наработках коллег по определению ключевого понятия, что ли, нашей работы. Я бы, наверное, Татьяна вам передать слово. Да, спасибо, Никита. Я, наверное, тоже начну, и Данила подключится дальше по ходу. Я тоже хотела сказать немножко вот как бы вводные моменты, потому что действительно вот эта выработка эмпирической рамки, она была для нас одновременно интересной и сложной. Вот, и я думаю, что вот сейчас как раз время для того, чтобы вывести на экран структуру статьи вот в том виде, в котором коллеги вы ее читали. И, ну вот, наверное, сказать, что, по сути дела, вот в настоящий момент у нас по-прежнему продолжается работа над тем, чтобы утрясти эту структуру и изменить ее, да, и, возможно, интегрировать одни разделы в другие, а некоторые разделы разделить. Вот, но вот в том виде, в каком она была разослана, в статье, да, вот появились введения актуализация. Мы, хотя вот здесь идет один, два, три, четыре, пять, но, конечно, как бы содержательный первый раздел, он вот связан с попыткой концептуализировать некое базовое определение. Второй раздел, ну вот он изначально нами задумывался, как такой исторический, и в какой-то степени он им и остался, но в настоящий момент мы немножко тоже думаем над изменением названия, чтобы не так активно подчеркивать историю. Хотя все равно в этом разделе речь у нас идет о том, как концептуализировалось гражданство на каком-то таком раннем этапе 90-х годов. Но сейчас мы немножечко как-то перепоняли, да, вот насколько тут, как это сказать-то, сбалансировано историческое и какое-то просто концептуальное наполнение. Далее мы, ну тоже раздел как бы четвертый, да, вот который у нас здесь по цифре 4, мы задумывали как какие-то трансформации понятия, которые стали происходить в 2000-е и 2010-е годы, но сейчас у нас тоже есть немножко идеи про то, как это изменить, потому что мы хотим интегрировать этот небольшой раздел, он получился очень небольшим. И вот у нас достаточно пока еще такой аморфный и тоже переживающий свои структурные трансформации пятый раздел, где мы как раз пытались обнаружить какие-то эмпирические сферы, да, или такие каналы, как можно было бы теорию применить к эмпирическому материалу. Я думаю, что я сейчас, наверное, тогда передам слово Даниле, если он тут. Может быть, он тоже меня наполнит. Да, я тут. Здравствуйте. Мне кажется, что вы хотя бы все примерно так чечеркующе сказали. Базовая, скажем так, идея, кажется, уже было отмечено, что определение следует от большего, от абстрактного к меньшему. Сначала мы начинаем с, ну, словно-словно, без смеха так не скажешь, сундаментальной теории и заканчиваем непосредственно вот эмпирическими импликациями. Посередине этого находится непосредственно содержание вот этого каркаса в виде наполнения, значит, вот этими понятиями индивид, национальное государство и так далее. Это как раз вот, мне кажется, должно быть достаточно знакомо уважаемым гостям. Да, что-то, возможно, стоит еще дополнить. А, ну да, ну если говорить про фундаментальную вот эту всю историю, мы преимущественно там, конечно, опираемся на... Это, наверное, сразу же поможет нам как-то ориентироваться вообще во всей работе. Мы там преимущественно опираемся на, значит, идеи Тенниса и опосредственность Зимеля, ну и Дюргейма. Формально этот концерт находится в рамках дискуссии, такой теоретической между, полемикой, я даже сказал, между Дюргеймом и Теннисом. Вот какие-то более подробные вещи, наверное, мы можем в диалоге как-то уже прояснить. Вот очень, мы, честно говоря, будем очень рады за советы и за какие-то вопросы наводящие. Коллеги, возможно, было бы, да, если вы можете, не могли бы вы немножко вкратце пересказать какие-то основные моменты. И затем мы дискутанта послушаем. Мария Андреевна. Может быть, тогда тоже я начну, и Данила подключится тоже. Ну, на самом деле мы тут, вот как уже Данила сказал, мы опираемся на идеи, которые связаны с тем, что, ну, вот, конечно, в культурное гражданство это такая концепция принесённая, да. То есть и когда, и с одной стороны, она начала появляться тогда, когда начали осмысляться эффекты глобализации, которые происходили, начались, да, активно начались в 90-е годы и потом стали ещё более активными в 2000-е, 2010-е. Вот тогда, как нам кажется, и назрела вот эта вот концептуальная проблема, которая была, которая оказалась на границе между политическими и, собственно, культурными, ну, или символическими аспектами, да. Потому что, с одной стороны, конечно, эффектом глобализации был активный миграционный поток, который пошёл, да, по разным направлениям и по разным каналам. И, с одной стороны, у западноевропейских стран был опыт культурного, да, такого взаимодействия с живущими в этих западных странах миноритарными группами, которые были этническими или расовыми группами. И, соответственно, они уже, как бы, обладали, да, например, были наделены гражданскими правами. Но, с другой стороны, это их, ну, формальная, эта формальная позиция, она блокировалась тем, что зачастую у этих миноритарных групп не было возможности быть видимыми и слышимыми. И вот здесь как раз очень важно вот это культурное измерение, да, вот которое нам помогает как раз, потому что именно культурные институции, они оказывались такими полями или каналами, где обосновывались эти претензии на символическую видимость и символическую представленность. Таким образом, вот как раз наш раздел, который вот сейчас пока, да, называется исторический, академический контекст культурного гражданства, это как раз попытка отследить вот эти первые способы концептуализации, где обсуждалась, во-первых, вот сама практика формальная и неформальная признание гражданского статуса, я имею в виду политического гражданства, но, с другой стороны, вот продолжало оказывать влияние и то, что миграционное население, даже если оно признавалось на уровне политических прав, тем не менее, вот оно оказывалось безгласным и невидимым. И, соответственно, вот как раз в 90-е годы классические авторы, которых мы обсуждаем и даже вот дискуссию, которых прослеживаем, это Розалда, Онг и Стивенсон, они и видели с разных позиций, как, возможно, выстроить, да, и какие существуют модели, что ли, вот этого соотнесения политического гражданства, да, которое официально, и культурного гражданства, которое сочетает в себе как некоторые черты формальности и официальности, так и некоторые черты вот такого невидимого, непроговоренного, неэксплицированного, да, вот знания. И на самом деле это нас все-таки приводит к идее о том, что в 90-е годы преобладала все-таки такая оптимистическая картина, да, ну или вывод, как бы предполагался, такой достаточно оптимистический, что ситуация будет разворачиваться так, что группам, которые в настоящий, да, ну вот в тот момент, в 90-е годы, не имели возможности позиционировать себя, им все-таки постепенно эту возможность будут завоевывать. Но вот с чем связан как раз наш переход к 4-му и 5-му разделу, последующие исследования, которые на самом деле были более разнообразные, опирались на большее количество эмпирических примеров, так вот они нам позволили увидеть, что на самом деле вот этот оптимизм был преждевременный, да, то есть, соответственно, сама вот эта конфигурация политических и символических моментов, она сложнее, и зачастую как бы здесь мы оказываемся в ситуации, что даже какая-то демократизация, да, вот наделение политическими правами все равно не позволяет людям чувствовать себя в достаточной мере позиционированными, да, вот с точки зрения этих символических форм. И еще один момент, который вот мы тоже с Данилой обсуждали буквально в пятницу, на самом деле, тоже еще дискутируя о структуре нашей статьи, которую мы вот тоже сейчас отменяем, обдумываем, переписываем, это то, что, ну, начиная, и особенно такие исследования оказались многочисленными в десятые годы, когда обнаружилось, что даже, так сказать, вот этих низовых доминируемых группах, да, которые были подчинены вот практикам национального гражданства, даже между этими группами тоже существуют какие-то взаимные противоречия и некое противостояние, да, то есть, соответственно, как бы, ну, тут становится понятно, что попытка решения проблемы, связанная с тем, что миноритарным группам надо просто активнее себя позиционировать, использовать различные каналы политические, символические и разные другие, и они добьются своих целей, то есть, вот эти ожидания тоже оказались преждевременными, потому что проблема оказалась сложнее и глубже, что ли. Вот я, наверное, тут передам тоже слово Данили, который ответственен за нашу финальную часть статьи, мне кажется, вот здесь Даниила тоже сейчас меня дополнит и добавит. И в качестве, ну, вот такого, наверное, общего введения к вот заключительной части, следует сказать, что существует, ну, наверное, классически так выделяемых где-то три, ну, не где-то, а конкретно три таких виденья, значит, проблем, назовем это интеграции, социальной интеграции, хотя это более широкие, конечно, представления, которые соответствуют трем таким идеологическим подходам, там, да, в частности, я здесь говорю про либерализм, да, социальную демократию и республиканскую, да, идею. И, в общем, вся вот эта концепция, она планомерно занимается тем, что она критикует либеральный подход, да, подразумевающий, что право на культурное, ну, даже культурное участие или включенностью в культурную вариацию определенного национального государства лежит на индивиде, она критикует социальную демократию за то, что результатом вот этой интеграции является деятельность штата, да, государства, да, и переходит непосредственно на позицию республиканской идеи, где интеграцию опосредует организация. И организация вполне себе вот как институция, поскольку она недостаточно абстрактна как государство, которое не способно выполнять эту функцию солидаризации, но при этом включено в какой-то локальный контекст, который позволяет выстроить общий язык, а, следовательно, правила, коммуникация, из которых как раз идет и демократичная форма коммуникации, как я сказал, извините, за татологию. И одно из предложений, в общем, разрешения вот этого, ну, в каком-то смысле идеологического противостояния является, в общем, переход, как Татьяна уже сказала, к исследованию непосредственных вот этих институций. Мы исследуем не политические, там, не территориальные устройства, не государства, не индивида, а именно организации, институции. В частности, культурные институции, поскольку они в этой концептуальной рамке ведут к обозначению определенного образца поведения и, соответственно, воспроизводства определенных, как я сказал, образцов в рамках культурной вариации, в таком более антропологическом языке, если выражаться. И задачей, получается, каждой организации, институции является столкновение тех или иных социальных категорий, которые принимаются в качестве, ну, как Татьяна их называла, миноритарных или просто невключенных, как минимум. Потому что таковыми, акцент здесь уже смещается с государственного гражданства на какое-то культурное, являются не просто, допустим, люди с миграционным опытом, но что-то большее. И задачей, таким образом, соответствующих организаций является столкновение вот этих социальных категорий, допустим, доминирующей и подвластной, да, как иногда это называется, в целях создания того, что мы, и не только мы, здесь называем трением, социальным трением, наверное, может быть, хотя часто это называют именно культурным трением, в результате которого выстраиваются формы, новые формы коммуникации. Это если как бы теоретически на это смотреть, новые формы коммуникации ведут к, выражаясь Теннисовым языком, взаимопониманию или как минимум опоре, на котором это взаимопонимание может выражаться, а следовательно, к регламентированному поведению, то есть установлению каких-то прав. Вот это если краткая роль культурных институций. В качестве наиболее продуктивных и более того, активно развивающихся и более того, имеющих высокий реформаторский потенциал, реформистский потенциал, обычно исследователи выделяют музеи. Это никак не связано, конечно, с тем, что мы изучаем в рамках гранты музеи, но это связано скорее с тем, что музеи воспринимаются как такие социальные лаборатории, где вот эти столкновения возможны, поскольку музеи часто занимаются репрезентацией определенного культурного варианта. Таковыми также могут быть, например, библиотеки или же прочие называемые в литературе культурные институции. Мы здесь концентрируем свое внимание именно на музеях. Да. Вот. Наверное, это такое как бы очень общее завершение этой самой идеи. Да. В общем-то, как я отметил, само притязание всей концепции, вот оно пропитано республиканским духом и видением того, что именно организация может влиять на солидаризацию. А вот что мы вот здесь вот в этой работе как раз пытаемся продемонстрировать. Татьяна, может быть, что-то вы хотели бы добавить еще? Да, давайте можем. Да, Татьяна. Да. Ну, на самом деле, мы пока с Данилой не сформулировали выводов, и я думаю, что вот читателям тут недостает какого-то уже предложенного окончательного определения культурного гражданства. Но вот это, я думаю, что дело очень близкого будущего. И мне кажется, сейчас уже можно перейти к замечаниям вопросов наших читателей. Да, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы для начала к коллегам, прежде чем мы перейдем, наверное, к комментариям рецензента сегодняшнего Марии Андреевны. Коллеги, у меня есть вопросы, какие-то такие процедурные или какие-то более конкретно операциональные. В каком, примерно, журнале вы хотели бы это опубликовать? Мы с Данилой планируем опубликовать статью в социологическом обозрении. Спасибо. То есть там, ну, есть такая рубрика, наверное, там в основном социологические обозрения публикуются, и там как раз подойдет по жанру такая именно теоретически насыщенная обзорная статья, и ее объем там, ну, все примерно как бы вы уже привели в соответствие, да? Ну, мы, да, мы познакомились с требованиями. В принципе, пока у нас не противоречат эти требования. Но вот, как я уже говорила, сейчас вот мы с Данилой, когда начали вот как раз и планировать рассказывать об этой статье, мы стали немножечко еще где-то поджимать, где-то увеличивать. Поэтому, в принципе, даже уже вот за эти выходные уже мы что-то меняли. Поэтому, конечно, там, ну, в принципе, в общем и целом статья соответствует и профилю журнала, и техническим требованиям. Ну, просто, да, сейчас Мария Андреевна выступит, но если что, я потом тоже добавлю. Просто, мне кажется, для социологического обозрения не хватает, вот как бы если мы посмотрим на цель, но, правда, это уже относится к рецензированию, а не к вопросам, ну, тогда я опущу пока мои сентенции, и если нужно будет, я выступлю потом. Спасибо. Спасибо. Просто если в другой журнал, то это одно. Если больше нет комментариев, тогда, я думаю, что мы можем Марии Андреевне дать слово. Простите, у меня вопрос. Сейчас вопросы или можно короткие комментарии сразу? Ну, давайте сразу и комментарии тогда, раз потребуется. Да, тогда комментарии, поскольку я должен выступать первым, как вот флотская традиция, младший по званию выступает первым. Я наименее компетентен, поэтому я хочу буквально вот несколько коротеньких комментариев. Ну, во-первых, об этом, наверное, скажут, надо вычитывать текст. Понятно, что это черновик там, но техническую сторону обратите внимание. А по сути, я, к сожалению, весьма так поверхностно прошелся, может быть, я не прав. Но есть такая хорошая очень работа Березкина, которая называется «Арктические зеркала». И там, как мне кажется, вот эта ваша концепция культурного гражданства рассматривается с другой стороны. Как большинство принимает, вернее, видит себя через меньшинства, во многом придуманные этим большинством. Обратите внимание, вот я не увидел при, ну, таком диагональном чтении такого взгляда. Мне кажется, он очень важен. Ну, мне это близко, поскольку вот арктические народы, малые народы севера. Но, в принципе, вот это придумывание большинством культуры, наверное, несуществующей или, по крайней мере, искаженной вот этих меньшинств, вот японские рестораны, которые, правильно говорят, если бы японец это увидел, лучше сделал бы характер. Это иная культура. Вот этот аспект, мне кажется, очень важен при рассмотрении вот этой идеи культурного гражданства. Все, я... Да, спасибо, спасибо, да, обязательно обратим внимание, спасибо. Мария Андреевна. Да, спасибо большое, коллеги, за текст. И такой, меня прям очень вдохновил этот концерт. И у меня так все запало, что мы вот только получили с коллегами ревью из журнала, где нас попросили уточнить теоретическую рамку. И культурное гражданство туда прямо отлично встало, в эту рамку. И, в общем, как-то я так прям... Да, но я-то его встроила в нашу статью в связке с концептом групповой интеграции Пфефера и концептом групповых прав или коллективных прав и вот с этой всей тоже риторикой. Что касается... В общем, да, я вам очень благодарна за вдохновляющую идею. И текст очень интересный. Но, знаете, что показалось? Что его совершенно легко можно разделить на две статьи. Он содержательно, вот как бы две статьи. Так все коллеги заулыбались. Кажется, такая мысль уже обсуждалась. Просто мы уже кусок от него уже отделили для другой статьи. Да, и получается, что, например, если бы первая статья была посвящена дискуссии вокруг самого концепта и полей его применимости, то вот то название, которое есть сейчас, было бы для этой статьи вполне релевантным, потому что сейчас в название, ну, как бы плохо укладывается специфический вот этот организационный контекст, который, вероятно, должен быть как раз в фокусе, но уже второй статьи. А если вот в этой первой гипотетической, теоретической, обзорной расширить, опять же, блок о применимости к критическим анализам более, наверное, широкого и разнонаправленного полуэмпирических исследований, потому что тут тоже есть сейчас некоторое, ну, такая, я бы сказала, может быть, некоторое слабое место имеющегося текста, потому что уязвимые группы, в отношении которых концепт культурного гражданства в принципе рассматриваются и в принципе применим, они как-то периодически номинируются, но полноценно в анализ затрагивающих эмпирические работы или теоретические работы не включаются, и вместо этого фокус внезапно сужается на этничности, а потом снова появляются другие категории, и вот здесь есть некоторая неясность, ну, или что ли какая-то вот эта единая линия пока не очень прослеживается. Можно в этой статье охватить, ну, как мне кажется, важные вопросы, будет ли проявляться спецификом в интерпретации и операционализации культурного гражданства в зависимости от особенностей положения тех или иных групп и их видимости для государственной социальной политики, их представленности в публичном пространстве и в зависимости от вовлеченности разных акторов в продвижение интересов этих групп, то есть, скажем, имеют ли они свой голос или о них говорят другие, но так или иначе они в публичном пространстве как-то звучат, в зависимости от возможностей, перспектив, партнерств разных акторов и так далее. И кажется, что концепт культурного гражданства хорошо встраивается и в контекст интерсекциональных исследований, поскольку как раз предполагает доступ к репрезентации уникального опыта. И это опять актуализирует комплекс методологических проблем, которые тоже могут быть поставлены или решены в рамках, наверное, уже второй статьи. И вот уже кажется интересным мне демонстрация отношений между концептом культурного гражданства и другими, которые с ним корреспондируют, вот даже интеграция групп, агональный диалог или культурная экспроприация, о которой Андрей Игоревич говорил, да, и вот как все эти концепты могут быть объединены или не могут, или здесь есть какие-то теоретико-методологические препятствия для этого объединения или для выстраивания некоего целостного такого концептуального аппарата для анализа именно роли музеев во всем этом процессе обретения культурного гражданства или его отстаивания. Ну и что касается, ну не знаю, может быть, такого статистического как бы момента, мне кажется, что вот нынешний текст кажется несколько тяжеловесным, что ли. Ну, в общем, его прям особенно как-то первая половина, через неё сложно продвигаться. Я призываю к более гуманному отношению к потенциальному читателям, и в этом смысле, наверное, имеет смысл облегчить текст и как-то его достистилизовать несколько иначе. Ну, собственно, да, ну я и по тексту, у меня ещё всякие комментарии, поэтому я это всё просто пришлю авторам. И это всё, что я хотела сказать. Спасибо огромное, Мария Андреевна. Спасибо большое. Коллеги, прокомментируйте как-то, ответите. Ну, да, мы вот, поскольку как раз Мария Андреевна заметила, что мы сразу же, на самом деле, это мы действительно обсуждали уже буквально неделю назад, что я согласна, тут есть прямо возможность выделить очень обширный кусок, да, вот как бы этого текста в отдельную статью, и, возможно, действительно тут, ну, вот как раз получилось так, что одна статья, ну, тут явно две идеи, да, то есть вот самого понятия и применимости, и вот статуса организации или институций. Вот как раз Константин тоже, Константин Абухов мне тоже пишет и спрашивает, что мы имели в виду под институциями и как они соотносятся с организацией, и на самом деле мы действительно не прорефлексировали как бы этот момент в статье, и вот я тоже вижу, что это, наверное, уже в другую статью может уйти, вот, потому что тут и так уже действительно очень тяжелый текст, и вот я тоже как бы несколько раз, ну, разумеется, тоже вы, коллеги, видите, без наших вот этих каких-то взаимных с Данилой трений, опять-таки, да, в русле статьи, где я тоже где-то, да, пишу и говорю, что это какое-то очень сложное понятие, вот, поэтому я вот согласна с всеми замечаниями, да, Мария Андреевна, и думаю, что действительно нам прям, и мне кажется, что это вообще даже такой естественный процесс, когда ты пишешь статью, и потом от нее остается еще кусочек на следующую статью, вот, видимо, так и получилось, и я думаю, что, да, вот все замечания, все замечания Марии Андреевны, кажется, мне очень-очень правильные, я думаю, что мы им последуем, может быть, Данила тоже что-то ответит. Ну, мне кажется, что только содержательно, про институции и организации это синонимы, это мы, наверное, как-то не договорились, кажется, даже просто одно является переводом другого. Ну, такое часто, впрочем, бывает, мне кажется. Прошу прощения, тут меня не загрозает, что-то такое начинается. В общем, про комментарий Андрея Игоревича и про, значит, рекомендацию арктических зеркалов. Зеркал. Прошу прощения. Сразу же видно, да, что с переводом у меня, в общем, как-то... Вот эта идея, которую вы озвучили, мне она очень понравилась, и мы в тексте очень-очень слегка ее затрагиваем. Но, конечно, мы ее не артипулируем так вот, как вы предложили. А, возможно, к сожалению, возможно, как-то так получилось. И на то, как бы, причина заключается в том, что просто само это определение культурного гражданства, оно имеет свои неясности. И, с одной стороны, оно может отражать, вот как вы предложили, конкретное понимание, конкретное понимание, значит, вот этого механизма взгляда большинства на меньшинство, глазами меньшинства, ну, по идее, почти что воображение чего-то, с принципом анализа. И кажется, что культурное гражданство, опять же, мы здесь сильно на этом не настаиваем, но культурное гражданство является непосредственным принципом этого анализа. Вот. Кажется, что это как-то у нас получается немножко плохо прояснить. Вот. И этим шагом мы как бы как будто перешагиваем, знаете, тавтологию, те вот комментарии про привлечение интерсекциональности. По крайней мере, мы хотели бы сделать вид, что мы их перешагиваем, хотя, по всей видимости, все равно об этом стоит, нужно будет сделать какую-то ремарку. Вот. Потому что мы говорим как бы о принципе этого анализа. Вот. Ну, это такой содержательный какой-то комментарий, не знаю, сколько содержательного получилось. Возможно, я плохо неправильно понял вас идею про работу Березкина, арктические зеркала. Ну, можно я сразу отвечу, чтобы вот мелкие снять непонимания. Я об этой работе говорил просто как о примере каких-то вариантов подхода, не более. Конечно, ну, сама эта монография, на ней зацикливаться никакого смысла нет. Но использовать ее в обсуждении, использовать, наверное, тот шлиф, который за этой работой идет, это было бы разумно. И в этом случае вот еще один камешек в том направлении, что работу вашу надо бы делить. Она распадается. Раз распадается, все, хватайте и режьте. Золотой принцип – одна идея, одна статья. Вернее, одна статья только на одну идею. Очень тяжелый текст получается, особенно вот для такого малограмотного читателя, как я, который не социолог. А работа-то ваша, то, что вы затеяли, ведь, в принципе, вы ориентируетесь еще и на музейное сообщество. И там это будет очень востребовано. Поэтому какой-то упрощенный вариант, не в научном плане, а в плане речи, он очень просится. Ну, не упрощенный вариант, а упрощение текстуальное. Вот и все. Спасибо большое. Вот так-то работа ведь очень интересная. Спасибо. Я вас понял. Мне кажется, я изначально как-то близко к сердцу воспринял. Извините. Но я вас понял. Спасибо большое. Мы, извините, мы еще очень короткая ремарка. Я постараюсь очень быстро сказать. Мы забыли сказать про то, что культурное гражданство может иметь вообще как вот это явление. Это, кстати, довольно проблемная вещь, которая, возможно, это как для третьей, там, для четвертой. Ну, вот это вот все уже работая. Что есть странная особенность, что у культурного гражданства может быть специфика, вот, социально-политическая. Оно имеет же корни американские и британские. В России, ну, как бы, мягко говоря, у нее устройство чуть другое, социально-политическое. Вот. И мы совсем забыли про это сказать. И еще, извините, есть такая гипотеза. Мы вам с вами ей поделимся. Возможно, вы как-то ее, возможно, сможете дать как-то на нее ответ. Есть такое предположение, что культурное гражданство – это исключительно, как бы, натурально созданное в российском контексте понятие, которое произошло просто в качестве такой, как бы, грамматической необходимости. Когда мы смотрим на то, что есть какие-то народы, которые представлены, а есть такие, которые не представлены. И мы вот так вот просто можем, естественно, сказать, что это люди без культурного гражданства. Потому что те российские работы, которые мы читали по этой теме, они очень-очень не всегда связаны с вот этой общей традицией. Поэтому есть притязание у нас этой работой, чуть-чуть нахальное. Тем не менее, мне кажется, оправданное. Все-таки сделать как бы работу самостоятельную, в рамках как бы самостоятельного подхода, опирающегося, конечно, на некоторые уже наработки других коллег, да, из Великобритании, из США, из Италии, так или иначе развивающие вот свою нашу СД-шнюю историю. Прошу прощения, содержательный комментарий в бок. Спасибо большое. Коллеги, есть ли у кого-то еще комментарии? Да, Мария. У меня вопрос появился. А вот из последней реплики Данилы, правильно ли я поняла, что вы рассматриваете культурное гражданство исключительно как бы в отношении этнических групп? Вот опять то, что у меня там, они там мелькают какие-то другие категории, по совсем другим принципам. Потом вдруг нет все-таки этничность, а потом вдруг кажется, что может быть не только. А сейчас вы сказали, и опять кажется, что только. И что-то я запуталась. Спасибо большое. Вот это как раз маленький такой, маленький абзац, который мы добавили буквально только в пятницу. До этого он как-то у нас артикулированно не витал. В общем, где бы он не витал. Про разделение культурного гражданства в таких нескольких метафизических категориях субъекта и предиката. Представим, что изначально это понятие рождается как проблема включения мигрантов в национальное государство. То есть это напрямую тема связана с этничностью, с национальностью, я бы даже лучше так сказал. Прямо, это проблема гражданства, культурного измерения гражданства. Мы развиваем линию более позднего теоретизирования по этой теме и демонстрируем, что субъект и предикат как бы меняются местами, и теперь мы говорим о гражданственных чертах культуры. Тем самым уходя уже от этничности вообще и решая проблему не включения определенных национальностей в национальное государство, а проблему космополитной культуры и включения вот в эту общую космополитную культуру представителей разных культурных вариаций. Не обязательно этничность здесь связана с этим всем. По-другому это можно было бы назвать культурной инклюзией вообще-то. Если говорить по-честному, это можно так назвать, просто культурное гражданство это чуть-чуть другая как бы грамматика, отсылающая чуть-чуть к другим традициям. Вот, поскольку это с инклюзией корреспондирует очень тесно, то кажется, что здесь вообще вопрос-то не в этничности, поскольку даже люди, имеющие вот это политическое гражданство... Ну, там дальше вы на маршал и ссылаетесь вот с этим политическим, социальным... Чем там еще? К экономическим? Гражданским. Да, вот три сферы, да, гражданство. И вот эта четвертая добавляется. И здесь совершенно не нужно никуда мигрировать, чтобы ощутить пробел вот в этом аспекте, в возможности там репрезентировать свои интересы, идентичность, вообще ее выстраивать и как-то сохранять. И получается, что здесь, оставаясь в рамках национального государства, ну или там квазинационального какого-то государства, можно эти вопросы, в общем, тоже ставить. здесь не нужно выходить на космополитический как-то уровень, а ставить их как вопросы инклюзии и обретения голоса, и понимания собственной идентичности, и ее репрезентации. Да, мы... Да, спасибо большое, что вы... Вот, надо написать, как вы это сказали. Спасибо. Сама как бы еще общая вот эта задумка, этого конкретного понятия. Просто мы бы тогда могли бы и ничего не делать. У нас есть культурная инклюзия. Ну, где-то она точно есть. Хотя, извините, может быть, здесь как раз она и есть. И есть культурная инклюзия самого этого понятия. Просто сами методы, сами подходы к тому, чтобы развивать эту самую культурную инклюзию, они в рамках понятия, точнее, это не понятие, а концепция, потому что это совокупность ряда понятий, которые взаимосвязаны в таком оригинальном формате, они подразумевают другой путь, другую методологию достижения этого самого эффекта в рамках другой идеологической призмы республиканской. Хотя, конечно, с этим можно поспорить, но, да, как раз обретение отношения к этим институциям, вот оно, мы поэтому разделять как бы вот эту работу на как бы определение эмпирическую применимость как-то не очень хочется, потому что непосредственно одна из другой вытекает. Другое дело, что, возможно, у нас так риторически не очень хорошо получилось это достичь. Вот. Спасибо за ваши советы. Спасибо вам. Елена Руслановна, у вас были комментарии тоже? Да, спасибо, коллеги. Ну, я хочу вас поздравить с прекрасными, блестящими результатами, такой мощный теоретический обзор вы сделали, что, конечно, говорит о том, что вы уже занимались этим на таком очень продвинутом уровне, и благодаря вашей коллективной работе в рамках проекта при поддержке гранта и в целом благодаря индивидуальной работе каждого из вас вот родился такой некий очень интересный следующий шаг, можно сказать, вы сделали. И, конечно, это заслуживает достойно публикации в хорошем журнале теоретическом, правильный выбор. Вот мне хочется, если бы тоже вот я была рецензентом вашим или там редактором журнала, я бы порекомендовала, конечно, несколько моментов пересмотреть или как-то, но это на ваше усмотрение, на ваше решение. Значит, во-первых, цель сейчас очень звучит, ну, она, может быть, не соответствует даже той большой работе, которая была проведена. Цель какая-то мелковатая, что-то там уточнить, что-то такое там обобщить, это какой-то, вот, да. Теперь дальше, что вы сделали? Здесь были уже предложения разделить. Надо тогда решить действительно, что вы сделали такого важного, какого-то, не просто вот, вот вы знаете, а есть вот еще такая вот концепция, а есть даже вот, собственно, структура статьи, если посмотреть, как сделаны разделы, как к ним переходы осуществлены, с чего начинаются разделы. Они начинаются с очень мирных таких тезисов, а их надо немножко заострить. То есть логика изложений, она должна вести к какому-то стейтменту. То есть вы что-то хотите сказать, например, то, что Андрей Игоревич предложил, мне кажется, это очень крутая идея, провоцирующая вас на вообще так посмотреть, а что это вы там окучиваете, это вообще стоит того? Может быть, это нужно вообще пересмотреть все? Ну, я не говорю, что вам надо прям на самое, на наше святое, на нашего товарища Шекспира посягнуть, но, тем не менее, увидеть какие-то, может быть, ограничения этой концепции. Вот как сказал сейчас Данила, что на самом деле речь идет о другой концепции, но мы не можем пойти мимо, пройти вот огромной работы, которая проведена очень крутыми авторами. Кстати, у вас вот этого Кэмлики нет, а он, между прочим, один из первых, кто в 2000-2000 году написал, что там гражданство в разнообразных культурах или что-то еще, и от него потом тянутся эти нити этой концепции культурного гражданства. Но вообще, в принципе, вот самое мое большое пожелание, но, может быть, оно и вам и не нужно будет. Может, мы его вот обсудим там с Катей Долговой или еще с кем-то сделаем. Просто я сейчас вот смотрю и вижу, что в этом, мне кажется, очень интересное есть направление или ниша такая. Это, собственно, то, что вы обещаете в формулировке вашей цели, но вы этого не делаете. Это вскрытие того контекста общественного, политического, какого-то интеллектуального, который и привел, собственно, к формулировке, к пересмотру, к каким-то развитием в духе этого культурного гражданства. Ну, например, вот, да, и кроме того, у вас вообще примеров нет, кроме там арабов, которые обратились в службу по защите прав в Израиле. Ну, и музеи там как-то вообще слева-справа присутствуют. То есть если эти музеи нужны, потому что у вас грант про музеи, ну, значит, тогда давайте все примеры и оттолкнитесь от музея, и потом все сквозно должно быть идти про музей. И тогда в самом начале нужно сказать, что эта концепция, она вообще широкая, охватывает всю культуру инклюзии или там культурную инклюзию. Но мы сфокусируемся на музеях, потому что здесь мало еще этого сделано, только существует одна или две статьи, и вот мы как раз это будем делать. То есть мы будем обозревать. С другой стороны, это опять новая какая-то работа, которую сейчас некогда переделывать сразу срочно, потому что надо статью сдавать. Значит, имеем дело с тем, что есть. Значит, цель переформулируем. Либо надо писать этот контекст, что я имею в виду, под политическим, социальным, интеллектуальным контекстом. Ну, например, Татьяна, вы же, может быть, помните, мы в СССР, хотя вы не жили, наверное, не преподавали в СССР, но что нужно было всегда сдать? Три источника и три составные части марксизма. Что является тремя источниками и тремя составными частями? Это и концепция культурного гражданства. Это должны быть интеллектуальные, какие-то технические, научные, прям вот science and technology и какие-то экономические причины, политические. То есть, как бы, какие интеллектуальные... А, извиняюсь, интеллектуальные движения это вообще отдельно. Вот там должны быть отдельно. Вот какие источники привели к возникновению этой концепции. Вы там берете Розальда, и вот Розальда то, вот Розальда... Пардон, но там звучит концепт recognition. Ну, значит, это, наверное, Батлер, то есть или кто, или Фрейзер, Нэнси Фрейзер. То есть, при чем тут сразу Розальда? Значит, нужно протянуть, показать, какие... Тем более вы претендуете на то, что это философское осмысление. Значит, у этой концепции есть какие-то корни. И эти корни... Это не Розальда, которая написала, или написала, извините, я не знаю, вот уже работу с названием «Культурное гражданство», и я молодец, я все про это знаю. А есть что-то, что она или он прочитали. И кто-то что-то где-то когда-то на конференции или в каком-то научном центре, или где-то какие-то были дебаты, и там это родилось. То есть, некая нужна генеалогия по ФУКО, посмотреть, откуда это пошло. Не обязательно по ФУКО, это я так просто к слову. Просто вот история идей. Дальше, значит, какие при этом были технические или научные, или политические. Вот это уже три источника. Значит, окей, смотрим, когда появился какой-то первый, не знаю, там, принята стратегия Евросоюзом или ООН, или ЮНЕСКО, где звучит что-то похожее на это культурное гражданство. Там, как правило, они всегда это делают с ученым, с каким-то. Вот как с нашим инклюзивным образованием у них была вот эта вот Соломанки, Соломанская декларация, и там был, конечно, Мел Эннскую, профессор какого-то Манчестерского или какого-то университета, извините, сейчас не помню. И вот он до этого, если посмотреть его публикации, то он за много лет до Соломанской декларации уже проводил исследования, которые доказывали разницу между сегрегированным образованием и инклюзивным. И потом его пригласили туда, он проводит специальный проект, большой опрос, большой исследователь, и они на Соломанской этой встрече ЮНЕСКО уже показывают, что инклюзивное образование, вот что это такое, вот что оно дает и прочее. Вот. То есть это обязательно, если вы хотите в цели действительно сказать, что вы показываете какие-то политические условия или там социальные, общественные какие-то условия, влияния и так далее. Возможно, были какие-то акции протеста или общественные движения, как во второй волне феминизма развивались эти women's studies в ряде университетов в Америке. Только в отдельно взятых факультетах вдруг стали появляться эти кафедры. Кто их спонсировал и с чем это было связано, в какие годы они возникли. И мы видим сразу, то есть это вот как бы источники, источники, а потом уже составные части. То есть вы показываете интеллектуальную историю и историю идей в связи с историей институтов. Значит, я тут тоже вот сразу посмотрела, есть какие-то такие вот, например, что-то такое, European Work Plan for Culture 2023-2026 год approved, а у вас ничего об этом нет. Ну, то есть типа, хорошо, тогда я думаю, может, вы про Россию? Нет, тоже ни слова нет. Ну, тогда что это получается? Эта теория, это не просто какой-то там, я не знаю, ну, что-то очень сугубо теоретическое, и это очень прикладная, если это даже теория вообще. Может, это не теория, а просто концепция. То есть вам нужно тогда сказать, зачем она появилась, кто там пики ломает, и вы противоречия показываете, да. Но эти противоречия, их надо сделать так, чтобы они вот вели к какой-то воронке вывода вашего. То есть сейчас они, некоторые начинаются подразделы. Кроме того, есть еще и это. Или важным аспектом является то. Да, это круто, но тогда вы что хотите сказать? Что просто есть разнообразие? У вас сейчас такая цель, показать, что это есть вот такая вот концепция, и у нее есть разные противоречия и ограничения. Ну, хорошо, ну, в принципе, ладно, давайте. Еще, кстати, рецензенты дадут замечание. Вот, но если хотите, вы можете, смотрите, вы можете тогда цель отредактировать, что вы будете рассматривать именно внутренность этой теории, этой концепции. Не надо тогда писать, что вы общественно-политические какие-то источники еще. Вы этого не сделали, сделайте это в следующей статье. Можете, кстати, в заключении написать, однако представляется интересным, чего да почем. Не знаю, может, это и не надо. Вот, меня всегда просто эти раскопки интересуют, кто что когда сказал, почему, на кого сослался, и с какой стати это было тогда актуально, что в это время происходило. Значит, и, собственно, тогда цель должна быть, значит, вот какой-то сравнение. Да, вот, предположим, мы сидим только в рамках этой концепции. Вот культурное гражданство. И у нас есть несколько авторов. Розальда там, онк, там еще кто-то и так далее. Допустим, вот три основных каких-то составных части или каких-то течений внутри. Сделайте сравнительную таблицу. Возьмите, пожалуйста, мою статью про социальную сплоченность в журнале социологии и социальной антропологии. Она не такая умная, как ваша, но там есть четкая структура и табличка сравнительная, что, как можно вот эти подходы внутри сравнить. Может, у вас там нет подходов? Пардон, я не внимательно читала. Значит, у вас другие. Может быть, это какое-то дерево, мэппинг такой. То есть, сделайте эту схему. Ее даже можно опубликовать, если что. Но так, если не публиковать, в принципе, ее можно для себя просто, чтобы сделать течение мысли более таким вот одно с другим связанной, что вы хотите сказать, на каком этапе. Ну и в конце концов вот эта идея, что это концепция культурного гражданства, она плоть от плоти культурализма, что когда мы, значит, понимаем, что есть различия, основанные на культуре, на какой-то, это вот то, что Андрей Игоревич говорит. Это очень круто. Это вообще деконструкция. Может, даже уже кто-то это написал такое. Я не знаю, я не успела найти. Вот. Но это, в принципе, может быть, цель, конечно, и другой статьей. Можно и здесь показать, что в чем здесь, так сказать, пафос, что с одной стороны вроде это инклюзия. Да, и еще размывается фокус. Вот все-таки у вас, получается, пан-культурное гражданство. Все туда входит. Даже как бы вы, даже вот этот случай, что арабы обращаются в соцслужбу или там в службу по правам человека в Израиле, вообще это уже давно очень рассматривается в такой, в критической социальной работе. Например, литература по критической социальной работе, она там рассматривает дифференцированную инклюзию и вот эти всякие biases of social workers, которые считают, что эти женщины, они, поскольку они в щедре, значит, они это насилие терпят или что-то еще. То есть у них есть какие-то предрассудки. Вот. Давайте тогда мы все-таки как-то структурим, мы скажем, что концепция культурного гражданства является зонтичной и от нее исходит вот или наоборот, что она как-то сопоставима с этим или что это находится все в каком-то интеркультурализме или еще где-то. Я не знаю. То есть немножко мне показалось, что без границ все. Ну, может быть, это нормально, что это как бы без границ, но с другой стороны, все-таки вы должны какое-то ограничение поставить себе, потому что это статья, а не вся жизнь, которой невозможно ограничить ничем. Вот. Но извините, что я тоже безгранично говорю. очень здорово, что вы сделали эту работу, она очень многое проясняет, и я просто вот, когда сейчас бегло просматривала, для себя прям поставила какие-то отметины, которые мне очень интересны для моих тоже исследований. Считаю, что эта статья прям должна быть опубликована с интересом и в ближайшее время, с интересом со стороны редакции и читателей. Спасибо. Спасибо за прям очень крутые замечания, Лена Ростиславовна, как всегда, структурирующие. Танил. Да, здравствуйте еще раз. Извините, у меня просто на секундочку интернет отключился. Лена Ростиславовна, у меня значит, несколько комментариев, точнее, извините, это, наверное, на Ветон, комментировать комментарии. Я просто не очень понимаю, есть ли у нас еще несколько минут у вас? Да, у нас есть несколько минут, в принципе, если, да, я думаю, есть возможность для какой-то дискуссии, для какого-то обсуждения. В целом, большинство комментариев, мне кажется, можно просто принять и с ними работать. Ну, вообще-то, я как бы вообще совсем согласен абсолютно, и мы примерно в этом векторе с Татьяной обсуждали некоторые элементы статьи про генеалогию, я вообще, честно говоря, тоже огромный поклонник, ну, не то, что поклонник, но мне кажется, это крайне важные элементы в статьях. В данном случае, кажется, у нас это тоже получилось как-то не очень явно сделать, честно говоря, хотя мы в курсе определенной генеалогии, как это все развел. По крайней мере, я в работах эту генеалогию для себя выстроил, и мы, я не буду ее пересказывать, безусловно. Я хотел просто лишь назвать классика одного, это автор, которого зовут Дюбуа, или Дебойс, в русском произношении, кажется, и от него обычно вот это все ведется, то есть это получается серьезная связь именно с американской вот этой традицией этого исследования. И вот про размытие границ, это, честно говоря, меня очень сильно тронуло, я так скажу, потому что мы, кажется, пытались и пытаемся очень как бы сконцентрировать это определение на том, что это исключительно род коммуникации между индивидом и государством, опосредованной организацией в контексте так называемых практик культурного воспроизводства или чего-то такого. Конечно, слабовато вот на уровне практик культурного воспроизводства, но для нас вот именно этот важен контекст. До нас на этом никто не делал акцент, и, ну, хорошо, ладно, извините, за ригоризм такой, кто-то, может быть, и делал акцент в статьях, это очень витающие безграничные понятия. Мы делаем конкретный акцент на том, что речь идет об организациях, и поэтому мы вспоминаем фундаментальные работы Тенниса, который очень долго и много занимался вот этой проблемой. Мы там же вспоминаем та, кстати, то, что вы вспомнили про, значит, три источника, да, истории идеи техники, про технику, там очень много про СМИ, кстати, говорилось, и в этом контексте мы тоже много разных авторов вспоминаем. В любом случае, это, конечно, никак не оправдывает то, что местами мы чуть-чуть равна, в общем-то, работа, но то, что вы, то, о чем вы сказали, это все есть. Я имею в виду виртуально, витально как-то, другое дело, сможем это пикнуть. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, может быть, есть у кого-то еще какие-то комментарии, вопросы, замечания, предложения, идеи к тексту? Если все это есть, то, может быть, имеет смысл это сфокусированно как-то сформулировать и тем самым сделать более точной и острой цель и задачи в начале статьи. Я понимаю, что сейчас драфт, но как бы и далее структуру показать, что не просто есть такая концепция. Ну, да, предположим, что читатель осведомлен, что такая концепция есть или может по ссылкам пройти. А вот что там такого важного, что именно вы можете сказать? Мне очень нравится вот эта идея противопоставить, сбить, столкнуть культурное гражданство как мультикультурное, инклюзивное или как вот такое национал-культурное. То есть, да, вот культуралистское, так скажем. Вот там можно было бы как раз поиграть вот с этими идеями деконструкции и всяких национ-стейт уловок, связанных с, ну, таких риторических уловок, которые в политических документах. И там, например, в какой-нибудь культурной политике. Если сейчас, я понимаю, сейчас российские документы может нельзя критиковать и не стоит, ну, значит, на другом примере можно посмотреть, где еще у нас русский язык доступен, может, в Казахстане. Ну, не знаю, это может быть не обязательно. Мне просто попала сейчас статья про польское культурное гражданство и там прям вот об этом пишут, про культурно-детерминистскую концепцию гражданства. Спасибо большое. Спасибо, Леонид Славовна. В целом, я думаю, что если предложений, комментариев больше нет, я думаю, что мы можем пожелать авторам удачи в доработке текста в какое-то ближайшее время, потому что, конечно, да, я на самом деле полностью, конечно, согласен со всеми комментариями, которые сегодня были озвучены. Леонид Славовна меня прекрасно знает, что я люблю часть комментариев отнести к категории на следующую статью, и мне кажется, что часть комментариев сегодня озвученных, да, в том числе, мог быть, ну, условно описан вот именно таким образом, но по большей части, да, действительно, текст, который был сегодня представлен, требует действительно в первую очередь какой-то структурации, ну, и что ли, да, актуализации наиболее важных каких-то своих частей, ну, и, возможно, избавления от лишнего вот сейчас именно в контексте данного текста. В целом, я думаю, что мы тогда можем на этом сегодня закончить. Спасибо, большое спасибо, коллеги. Да, коллеги, большое спасибо всем за комментарии, за участие и за текст. Спасибо большое, коллеги, да, было очень интересно вот услышать что-то новое. И нам будет очень интересно опубликовать небольшой пресс-релиз на сайте нашей лаборатории. Да. Само собой, да. Спасибо огромное за замечание, да, очень здорово и очень вдохновляюще. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова